В случае с биткоином у него нет дохода, нет новостей, нет способов использования. Так на чем же основана его ценность? Основана на отсутствующей внутренней ценности и чистом спекулятивном пузыре. Именно поэтому я утверждаю, что биткоин, как и любая другая монета, ничего не стоит. Вот что сказал Нурель Рубини в этом отрывке. Ничего себе, это произошло буквально недавно. Вчера утром вышло это видео, в котором профессор экономики Нурель Рубини предупреждает нас, предупреждает всех, что биткоин упадет до нуля, а весь криптовалютный рынок ничего не стоит. Уже через 30 секунд в этом же видео он буквально начинает кричать. Он называет Майкла Сейлора наркоманом. И если у тебя возникают вопросы почему и что ко всему этому привело, то это видео является реакцией на недавнее приобретение биткоинов Теслы на полтора миллиарда долларов. Я не финансовый аналитик, но давай попробуем обсудить это в этом выпуске. А если ты впервые на этом канале, меня зовут Богатейший Ди и я рассказываю о криптовалюте практически каждый день. Поэтому, пожалуйста, подпишись на канал и нажми колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Уже совсем скоро нас будет 100 тысяч человек. Итак, Нориэль Рубини сказал, что у биткоина нет новостей. Серьезно, что ли? Давай начнем с одной, которую Нориэль Рубини не расскажет. Прежде всего я хочу напомнить тебе, что в прошлом году американский банковский регулятор разрешил национальным банкам хранить криптовалюты. Тогда это было просто словами, но теперь, теперь все изменилось. Биткоин продолжает расти до новых исторических вершин на фоне того, что The Bank of New York Mellon анонсировал хранение криптовалюты. The Bank of New York Mellon – это один из самых старейших банков Америки. И даже их исполнительный директор по банковским сервисам, связанным с активами, говорит, что цифровые активы становятся мейнстримными. Заметьте тонкую разницу – не станут мейнстримными, а становятся мейнстримными. Это огромный знак поддержки со стороны традиционных финансов. The Bank of New York Mellon заявил о планах на хранение, перемещение и выпуск биткоина и других криптовалют. Не очень понятно, что они имели в виду, когда заявили о планах выпустить криптовалюту. Возможно, под этим они имеют в виду выпуск собственных стейблкоинов. Предположительно, толчком для принятия такого решения послужило увеличение спроса на криптовалюту со стороны институциональных инвесторов, по факту являющихся верхушкой клиентуры этого банка. Так что у B&E Mellon просто не было выбора. Как отметил Wall Street Journal, B&E Mellon далеко не первое учреждение в традиционных финансах, которое приняло или планирует принять цифровые активы. Например, Fidelity Investments уже давно находится в игре. Однако эта новость имеет существенное значение для крипторынка, так как B&E Mellon – это первый национальный сберегательный банк, который анонсировал запуск хранения криптовалюты для своих клиентов уже в ближайшем будущем. Что ж, это только лишь начало. По моему мнению, цепная реакция запущена. А по мнению исполнительного директора B&E Mellon, полное внедрение цифровых активов в инфраструктуру традиционного банкинга займет еще около 3-5 лет. Простыми словами, он говорит, что уже через 3 года традиционная финансовая система может стать неактуальной. Рынок растет, и растет очень быстро, и сейчас я говорю не только лишь про цены. И я не знаю, что еще должно случиться, чтобы Нурриэль Рубини одумался. Он является хейтером биткоина уже множество лет и до сих пор не изменил своего мнения. Возможно, я бы даже выразил свое почтение за такую непреклонность его принципов, но разве в быстро изменяющемся мире можно выжить, не меняясь самому? Если новости, подобные этой, не заставляют вас задуматься, что может быть Рубини немного не в теме, то следующая новость точно должна. NFT-токены продолжают набирать популярность, и есть подозрение, что это следующий хайп после ICO и DeFi. NFT-токены будут использоваться для токенизации товаров, недвижимости, даже акций, до чего угодно. И похоже, это следующая ступень в развитии криптовалют и ее влиянии на наш мир. Я давно изучаю тему NFT, возможности токенизации недвижимости, в частности, и способах заработать на этом. Поэтому позитивные новости в этой сфере, конечно же, радуют мою душу. Я серьезно верю, что токены NFT еще увидят свой хайп, и в эту сторону обязательно нужно копать, если хочешь заработать денег. Microsoft и Engine приносят в Minecraft кроссплатформенное хранение NFT. Microsoft запустила браузерную игру, которая вознаграждает игроков невзаимозаменяемыми токенами, которые можно использовать внутри Майнкрафта. Одно из самых популярных игр в мире. Судя по данным пресс-релиза, игра называется Azure Space Misery. Она основана на текстовом взаимодействии и обучающих головоломках, и действия происходят на борту Международной космической станции. То есть, ты можешь одновременно развиваться и получать NFT. NFT, заработанные во время этой игры, позволят игроку открывать новые квесты на сервере Майнкрафт. Engine объяснили, почему они решили сделать эту игру обучающей. Образование – ключ к воспитанию следующего поколения новаторов. Engine гордится тем, что работает с Microsoft над созданием инновационных возможностей, которые объединяют виртуальные миры, сближают цифровые сообщества и прославляют технологии. Токены NFT очень важны, ведь они являются неопровержимым доказательством дефицита цифровых технологий. Имея более 126 миллионов пользователей, возможность создавать ресурсы блокчейна на сервере Майнкрафт является огромным шагом к внедрению NFT, сообщают представители компании Engine. Также они сказали, что такими действиями поощряют интерес к науке и образованию у молодого поколения. Так в чем суть всего этого? Она заключается в том, что мир движется в направлении все большей оцифровки, а биткоин создал первый в истории инцидент цифрового дефицита. И несомненно, по ходу того, как видеоигры становятся все более и более популярными, спрос на цифровой дефицит внутри этих игр будет все расти и расти на протяжении следующих 10-20 лет. Поэтому нужно держать руку на пульсе. Понимая все вышесказанное, можно ли как-то изменить мнение Рубини, либо же он полностью закрыт для биткоина, и эта закрытость уже навсегда? Хороший вопрос. Может ли что-то произойти, чтобы вы изменили свое мнение о биткоине? На данный момент нет. Это не расчетная единица, не платежное средство, это не единичное редкое изделие и не стабильное средство сбережения. О, как категорически, не правда ли? Думаю, что сегодня никому из нас не нужно быть Рубини. И не из-за того, что над ним смеются все его собеседники. Кстати, без шуток, вот вам несколько моментов, сами посмотрите. У него совершенно другая точка зрения, это вполне нормально, и мне это нравится. Но мне не нравится это задеревенелость и закрытость к новому. Что ж, по крайней мере, он сам это признает и говорит о том, что его разум закрыт для криптовалюты, и это ничего не изменит. Опять же, возвращаясь к вопросу о быстрых изменениях в мире. Очень важно оставаться открытым к новому, иначе ты быстро окажешься на задворках прогресса в самом последнем вагоне. Следующие новости касаются снова токенов NFT и еще Chainlink. ATTN интегрирует Chainlink для улучшения создания динамических NFT. ATTN это первая кросс-чейн децентрализованная NFT-платформа, которая удовлетворяет нужды пользователей, желающих создавать, размещать, торговать и управлять NFT-активами. Проще говоря, это как биржа, только для NFT-токенов. На данный момент эта платформа работает в основных сетях эфириума, бинанс-смарт-чейна и хуоби-эко-чейна. Платформа позволяет художникам, коллекционерам и геймерам строить и управлять NFT в среде различных блокчейнов. Что ж, как мы видим, еще один крупный игрок приходит на рынок NFT. Причина, по которой я вам это показываю, заключается также в том, что я хочу рассказать, почему был выбран именно Chainlink. Эта новость отображает еще несколько сценариев использования линка. Как ты помнишь, основной его функцией является связь блокчейнов со внешним миром или связь внешнего мира с блокчейном. Интеграция чейнлинка с ATTN охватывает несколько функций, включая использование VRF-функции. Эта функция обеспечивает доступ к защищенному ончейн-решению по генерации случайных чисел для создания случайных особенностей и элементов внутри NFT-платформы и игр. Да, звучит крайне непонятно. Проще говоря, эта функция гарантирует справедливость и беспристрастность в NFT и играх. Вторая функция – это ценовые каналы чейнлинка, основная его функция, кстати. Она позволяет пользователям устанавливать справедливые рыночные цены для токенов NFT на их собственной кресчейн-торговой платформе. Ну и, наконец, третья функция – это защищенные ноды чейнлинка, которые обеспечивают стабильную структуру для подключения к внешнему API, что позволит разработчикам получать данные вне сети, используя доступные операторы нод. Как мы видим, инфраструктура и экосистема криптовалютной индустрии, в частности токенов NFT, продолжает расти. В частности, токенов NFT продолжает расти. Да я же рифмую. Я крайне рекомендую тебе не пропустить этот новый назревающий хайп в криптовалюте и начинать потихоньку изучать уже существующие NFT-токены. Я, кстати, занимаюсь тем же прямо сейчас. И, наконец, я хочу поговорить о Ripple XRP и Stellar Lumen. Куда же без них? Канада, северный сосед Соединенных Штатов, оказывается, классифицировала XRP как глобальный стейблкоин. Даже не знаю, как это прошло мимо меня, но, наконец, я это узнал и решил поделиться с вами. Мэтью Лини, надеюсь, я правильно прочел его никнейм в Твиттере, опубликовал эти скриншоты. Но я решил поискать первый источник, чтобы убедиться в правдивости всего происходящего. И таки нашел его на сайте Payments Canada. Исследование называется «Как развиваются трансграничные платежи». Здесь мы наблюдаем кучу текста, но я нашел то, что интересует конкретно меня. И, скорее всего, тебя тоже. Подпункт под названием «Стейблкоины для трансграничных платежей». Стейблкоины относятся к классу цифровых валют с относительно стабильными курсами. Они предлагают мгновенную обработку платежей, а также стабильность ценообразования. Чаще всего это паритет стейблкоина с какой-то фиатной валютой, например, с долларом США. Две цифровые валюты, которые попадают в эту категорию, это Ripple XRP и Stellar Lumen. И Ripple, и Stellar обеспечивают быстрые и эффективные трансграничные платежи, особенно если сравнивать их с обычными традиционными корреспондентскими банками. Однако они отличаются тем, что Ripple ориентирован на улучшение расчетов между банками, тогда как Stellar фокусируется на предоставлении недорогих финансовых услуг трансграничных платежей для конечного пользователя и населения, не имеющего доступ к банкам. Ripple позволяет транснациональным корпорациям проводить платежи, переводя XRP через сеть Ripple. Это достигается с помощью технологии ликвидности потребования. Также в этом документе написано о том, что с каждым годом по мере подключения большего количества валидаторов к сети Ripple, XRP становится все более децентрализованным, а значит все менее похожим на ценную бумагу. Это очень важно в свете последних событий. Кроме этого, XRP является неким шлюзом, мостовым активом для любых типов валюты в сети Ripple. А учитывая, что каждая транзакция требует небольшого сжигания XRP, общее предложение монет со временем будет уменьшаться. Собственно, это самое главное, что я хотел показать вам из всего этого исследования. Но если вы хотите прочитать его полностью, ссылку я оставлю в описании под видео. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Подписывайся на канал, телеграмм, жми колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики, делись видео с друзьями, комментируй. И обязательно, Богатей, до скорого. Субтитры подогнал «Симон»!